Все слаще народы. И воздух, и земля, даже камень под подушкой, если положишь, то хорошо спится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Турки-месхетинцы жили недалеко от территории, от границы с Турцией, которая перед войной в то время имела пронемецкую, прогерманскую политику. Она поддерживала в своих действиях Германию. Война и вдруг объясняется, что если на этой территории, в близлежащих территориях будут боевые действия, то турки-месхетинцы должны выступить на стороне Турции, которая настроена прогерманские. Вот это как оправдание, а на самом деле это бесчеловечно. Мы войну не видели, никакой войны у нас не было. За что выселяли, зачем выселяли, никто не знает об этом. Очередное заседание Национального культурного центра месхетинских турок «Ватан». Своего здания пока нет, потому чаще всего оно проводится в доме его руководителя Бекташам Пашулина в селении Псеко Турванского района. Обсуждают рабочие моменты и разговор сам с собой перетекает в воспоминания. Почти семь десятилетий турки-месхетинцы мечтают о возвращении на родную землю. Для справки, Месхи – историческая общность коренной народ Грузии. В период Османской империи он подвергся исламизации и перенял турецкий язык и культуру. Первые переселенцы в Кабардино-Балкарию приехали в 69-м прошлого столетия. Нас в одну поляну собрали, 507, сколько там, я не знаю, сколько было нас, и говорят, вы будете жить там, где хлопок растет. Вы понимаете это слово, да? Как будто мы животные. Вот так с нами начали. Но наши там старики сказали, слушай, мы же не животные, мы хотим там жить, где хотим. Или нельзя нам? Сказали, ну ладно, живите, но вам не дадут все равно жить. Наперекор судьбе, а точнее властям Грузинской ССР, турки-месхитинцы ехать отказались. За помощью обратились к руководству Кабардино-Балкарии. Им организовали встречу с первым секретарем Кабардино-Балкарского обкома КПСС Тимборой Мальбаховым. Он нас принял, мы рассказывали все, как был. Он сказал, вы считайте, что уже принято, иди собирайтесь, вещи каким путем бы не было, чтобы вы сюда попали. Чтобы на дорогу вас не задержали, вы сюда попали, отсюда вас никто больше не тронет. На тот момент руководство КБР было заинтересовано в притоке рабочей силы для развития ващеводства в республике. Разных профессий и специальностей месхитинские турки были вынуждены заняться сельским хозяйством. Этот род деятельности практически до сих пор остается основным. Следующая волна переселенцев хлынула в 89-м после трагических ферганских событий. Они приезжали группами и отдельными семьями, в основном из Азербайджана, Ставропольского, Краснодарского краев, Чеченской республики. За последние 30 лет из 350 человек диаспора выросла до 15 тысяч. Если считать тех, кто в официальных документах значится как азербайджанцы, реальное число составляет 17-18 тысяч. Они создают семьи только между собой. Дети тоже особо с другими представителями не смешиваются, не общаются. Но должен сказать вот такое, что когда они создают семью, как правило, берут невестам с других регионов России, с других стран даже. А следом за невестой уже десятки пребывают в республике. Большинство турок-месхитинцев проживают в Урванском, Майском и Прохладненском районах. Они имеют российское гражданство, но всячески пытаются вернуться в Грузию. Надежда появилась в январе 99-го, когда парламентская ассамблея Совета Европы приняла Грузию в свои ряды. Тогда одним из обязательных условий принятия республики в пасе стала ратификация Европейской конвенции о защите прав человека. Грузинские власти взяли на себя обязательство в течение двух лет подготовить закон о репатриации месхитинских турок и в течение последующих десяти организовать их возвращение в Грузию. Прошло 12, но результат нулевой. Шаги, конечно, сделаны были, но на месте. С 1 января 2008 года в силу вступил закон о репатриации лиц, насильно переселенных из Грузинской ССР в 40-х годах XX века бывшим Советским Союзом. Казалось бы, вот он нормативно-правовой акт, дающий возможность туркам-месхитинцам легитимно вернуться на историческую родину. Однако по существу правовой документ носит декларативный характер и мало применим на практике. Сам закон не предусматривает реабилитации народа и его возвращения в места исторического проживания. Не прописаны вопросы об устройстве и создании инфраструктуры для лиц, желающих переселиться в Грузию. При этом руководство страны признало геноцид Черкеса во время окончания Кавказской войны и призывает Россию последовать ее примеру, тем самым вмешиваясь в дела независимого суверенного государства. А летом 2010-го за решеткой грузинской тюрьмы оказывается лидер Международного общества месхитинских турок Ватан Сулейман Барбакадзе. Во время пребывания в Грузии по вопросам репатриации соотечественников он был осужден на 11 лет по обвинению в мошенничестве. В виновность своего лидера турки-месхитинцы не верят, считают дело сфабриковано и видят в нем исключительно политическую подоплеку. Обезглавили все движение. Сейчас у нас два года, мы не можем сейчас выбрать даже председателя своего нормально, чтобы работать. Еще пять лет назад руководство России приняло решение о господдержке месхитинских турок. Речь в том числе идет о выделении финансовых средств для приобретения госорганами собственности репатриантов и предоставлением безвозмездной помощи. Непосредственно в Кабардино-Балкарии создана рабочая группа по организации содействия добровольному переселению турок-месхитинцев в Грузию. В ее составе сотрудники администрации главы Кабыр, руководители муниципальных образований, представители профильных министерств и ведомств. Уже пять лет как они координируют работу в данном направлении, но усилий одной только стороны явно недостаточно. Больше всего должна позаботиться об этих людях, о людях, которые однажды уже обижены, должна позаботиться принимающая сторона. И основная нагрузка ложится на эту сторону. Здесь мы должны, может быть, сказать спасибо, вместе жили красиво, дружба, фронтшафт. Но вот та сторона, если они собираются ехать, вот я думаю, более продуманная, взвешенная от начала до конца, вот все-таки принимающая сторона. Мешает руководство Грузии. Грузины не понимают такого желания турок-месхитинцев. Они не хотят, чтобы рядом с Турцией жили турки-месхитинцы. Это, во-первых, во-вторых, там могут возникнуть какие-то проблемы, связанные с тем, что там уже живут грузины, чисто кровные грузины. Если вернутся турки-месхитинцы на свои исконные территории, к своим очагам, то может быть недопонимание со стороны грузин. Но это было и при Шеварднадзе, и после при Гамсахурде, и сегодня при Мишико, который с Акашвили. Сегодня Кабардино-Балкария – лидер среди регионов России плотность населения, в которых на один квадратный километр крайне высока. В среднем по республике она составляет 75 человек. В отдельных районах доходит до 160. Мы в свое время их приняли, мы с ними до сих пор живем, видимо, и будем жить, но все-таки, конечно же, и для них, и для нас было бы лучше, если бы они вернулись на свою родину. Вот что дороже может быть, чем родины родной земли? Все слаще, народы. И воздух, и земля, даже камень под подушкой, если положишь, то хорошо спится. Алия Табиеву чувства месхитинских турок слишком знакомы. Его мать с отцом познакомились в Киргизии, он сам родился в ссылке. В Кабардино-Балкарию приехал со всем ребенком. Говорит, возможность остаться в Средней Азии у родителей была, и жили неплохо, и родные с друзьями рядом. Навсегда тянуло назад, на родные земли. Я о Фрунзе вспоминаю как о фильме каком-то. О том, что у меня есть, вот скажем, у меня есть друзья в Германии, например. Вот примерно такие чувства, что вот что-то есть там родное, близкое, но родина Кабардино-Балкария. И не сомневаюсь абсолютно. И если на родине предков, вот в тех развалинах мне удается побыть сутки, то я набираюсь энергии, наполняюсь энергетикой какой-то еще, жизнью больше, чем я месяц провожу, скажем, где-то там на курорте и так далее. И все-таки месхеты возвращаются на историческую родину. За последние 10 лет несколько соцсемей обосновались в разных районах Грузии. Не теряют оптимизма и те, кто пока живет в России. Говорят, в гостях хорошо, но дома лучше. Шанс вернуться на землю предков упускать нельзя. Обязательства Грузии перед Советом Европы вселяют надежду на скорое решение проблемы этого народа и его долгожданное возвращение на родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова